Эээ, всем панк-рок, дамы и господа, с вами CGSpeak, всем здрасте, всем привет. Посмотрел я тут статистику прошлых роликов, и она ну совсем не акти. А потом вдруг понял, что на самом деле то, что рассказывается там, полезно, ну, далеко, скажем, не всем. Хм, и вдруг я задумался, а что же может быть полезно всем? Дело в том, что мы живем в век интернета, в век, когда информация устаревает уже через час, после того, как она появляется. Вот ты проводишь свою неделю за компом, листаешь социальные сети, смотришь всякие интересные ништяки и забываешь о них на следующее утро. И вуаля, мой айфон с яблоком упал мне на голову, и я придумал новую рубрику. Я буду каждые две недели отбирать для вас самый сок контента, который появляется в сети из открытых источников, только из открытых. Мы не пираты, прости, Джек. Капитан, капитан Джек. Пардон, капитан Джек. Посему, welcome в новую рубрику. Все для 2D художника, часть первая. А, ну и конечно тебе не надо будет ничего качать частями из отдельных источников, потому что дядя Леша за тебя все сгруппировал, упаковал, и ссылочка на архив находится в прикрепленном комментарии к этому видео. Приятного просмотра. Первое разберем сборник экшенов, который мне недавно попался. Очень полезный сборник экшенов для фотошопа, где есть, ну, практически все. Можно стилизовать любую картинку под любой цвет, цвет и стилистику. На самом деле показывать это бессмысленно, потому что экшенов там огромное количество. Проще уж самому взять и попробовать их все. Для тех, кто не знает, что такое экшены, все достаточно просто. Там вот будет в архивчике файлик, его надо запустить. После чего ты открываешь свой фотошоп, раздел окно actions. Ну или если ты еретик, как я и фотошоп у тебя на русском, то окно операции. Звучит, конечно, кошмарно. Ну так вот. И там будет целая последовательность записанных действий, которые можно просто включить, и они будут применяться на картинку. Вообще, применение экшенов — это одно из самых популярных действий не только среди художников, но и, например, среди дизайнеров. А найти годные и бесплатные экшены достаточно трудно, потому что в основном вот все какая-то попса, типа легкого перекраса, который так можно руками сделать. В общем, поковыряйся в архивчике, а мы идем дальше. Следующая на повестке дня — это замечательные материалы от Артура Гемальдинова, художника, который был у нас на стримах и очень хорошо сечет во всякие классные эффектики. Обязательно подпишитесь на него во всех соцсетях. Первое — это, конечно же, его пак градиентов, через который можно перекрашивать черно-белые элементы практически в любой цвет. Более того, градиенты там есть и под разные материалы, типа металл, камень, кожа и так далее. Ну и перекрашиваться все будет парой кнопок, а выбор у него большой. О том, как конкретно пользоваться перекраской градиента, можете посмотреть наш стрим с Артуром Гемальдиновым. Там он пошагово объясняет, как и что нужно делать. И сразу вдогоночку — пак эффектов от того же Артура. В данном случае это элементы освещения и магии. Условно говоря, это карты освещения, которые будут ложиться на нарисованные вами эффекты и создавать прикольные освещения и другие различные ништячки. В паке находится освещение для молний, для каких-то магических вспышек, простых частиц, дыма, а также пламени. А для того, чтобы не париться с отрисовкой этого самого дыма и магии, я еще приложу уже от себя кисти специально на дым и магию. Будет исключительно классическая картина, когда ты понаустановил кучу кистей и не знаешь, что с ними делать дальше. Но тем не менее, в эффектах попрактиковаться стоит, так как в любом случае геймдев так или иначе состоит из эффектов, и тот, кто умеет их рисовать, уже молодец. Любимая реклама, ня-ня-ня-ня-ня. Друзья, компания Sunstrike Studios набирает художников на работу в Санкт-Петербурге и Иваново. Студия занимается созданием 2D и 3D графики для компьютерных и мобильных игр. Работая в Sunstrike, вы можете поучаствовать в создании множества игр, вырасти профессионально и карьерно. Засиделись на одном месте, чувствуете себе силу возглавить проект и команду, тогда вам сюда. Сейчас в студии открыта вакансия ведущего художника. Sunstrike предлагает официальное трудоустройство с первого дня, помощь с переездом, офис в центре Питера или Иваново, хорошо оборудованное рабочее место и компенсация обучения. Дальше идет прям одно из моих любимых. Все мы любим работы других художников и у нас часто возникает вопрос, а как же, блин, эти работы сделаны? Так вот, прекрасный индийский художник Раджан Нандепу поделился огромным количеством PSD к своим работам, где по слоям все разложено по полочкам от примитивного скетча до финального результата. Некоторые работы он делал при помощи 3D-болванок, и они также идут в комплекте, и ты, по сути, можешь это повторить. Изучать CG значительно проще, если ты видишь каждый шаг другого художника и можешь его повторить. А особенно, если ты можешь анализировать то, зачем он это сделал и для чего он это сделал. В общем, выражаем Радже огромную благодарность. Можете, кстати говоря, подписаться на его страничку на ArtStation. Ссылки на его ArtStation, кстати говоря, есть в текстовых документах в этом архиве. И можете внимательно проследить, как этот художник анализирует свою работу, пытается ее улучшить и сделать ее с каждым шагом все круче и круче до финала. И последнее, что у нас сегодня будет в нашем паке, это просто вау. Есть такой прекрасный матпейнт-художник Гейль Сегульон. И он, как хороший матпейнт-художник, не ищет текстуры в интернете и не ищет фотографий, а фотографирует их сам. Правда, ему повезло чуть больше, чем нам, потому что живет он в Исландии, где как бы много красивых видов. А мы такие выходим на улицу, видим все серое, бетон, трубы. И, о, новая текстурка для Metro Exodus. Но, тем не менее, в нашем паке сегодня целых три архива с его фотографиями в высоком качестве, которые вам не придется искать и которые вы сразу можете использовать в своих работах. Повторюсь, все взято из бесплатных открытых источников. То есть, все эти художники делились всем этим бесплатно. На своих страничках, своих блогах, своих гамроудах. Да, даже на гамроуде можно делиться бесплатно, сюрприз. А мы просто это немножечко упорядочили, оставили на них ссылочки обязательно, если у вас будет желание подписаться. И вуаля, пак интересного за неделю у тебя на столе. В общем, фотографии от этого художника рекомендую не просто изучить, а обязательно использовать. Особенно вкупе с PSD от предыдущего художника, где он тоже использует фотографии в своих работах. И так как мы реально, ну очень хотим делать контент, который вы будете смотреть, который будет полезен для вас, а не просто, чтобы вы отложили его в долгий ящик. В общем, если ролик вам понравился, реально влепите ему, пожалуйста, лайк. Как я уже говорил, именно по этой активности мы понимаем, популярна или не популярна та или иная рубрика, и вообще, стоит ли ее продолжать. Плюс микрообъявление для любителей халявы. Кто хочет поучаствовать в розыгрыше графического планшета XP-Pen, welcome в мой инстаграм. Там всего-то нужно подписаться и лайкнуть фотку с планшетом. Предыдущий розыгрыш я уже провел, и он был весьма успешным. У нас был победитель планшета, ему уже уехал. А так как планшетов у нас достаточно много, то я думаю, что эти конкурсы будут там регулярно. Так что чекайте прикрепленные комментарии, и удачи всем. А вам спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать кнопку колокольчика. А с вами был Алексей. Всем удачи и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok